Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучать псалмы степеней или псалмы ступеней по богодухновенной псалтыре И сегодня мы будем читать 122-й псалом Я уже объяснял значение этих слов, песнь, степеней Этот псалом небольшой, в нем всего 4 стиха И начало этого псалма «Очи мои я возвел к тебе, живущему на небе» Ранее мы читали следующее «Очи мои возвожу горам, откуда придет помощь ко мне» То есть Священное Писание в каждом случае отрывает наш взор от земли, от праха Возводит к горам, потом выше, к небесам И здесь уже как бы только небо Открыто перед духовным оком Псалмопевца «Очи мои я возвел к тебе, живущему на небе» И с еврейского будет перевод Вот песнь ступеней «К тебе возвожу я мои глаза, выседающий в небесах» То есть тот, который, что значит, выседает в небесах То есть царствует в небесах Ибо сказано, что небо престол твой, а земля подножия ног твоих И второй стих «Вот как очи рабов обращены на руки господ их Как очи рабы обращены на руки госпожи ее Так очи наши ко Господу Богу нашему Доколе он помилует нас» Этот псалм совсем маленький Тут только четыре стиха Но очень красивые такие образы Действительно, рабы смотрят на своих господ Даже на движениях рук Потому что если они отдают приказы движениям рук Как же внимательно рабы должны относиться К самим словам своих господ Так и мы, любящие Слово Божие И внемлющие Ему Со всяким вниманием Воспринимаем любое действие рук Божьих В наших судьбах Вот рука Божия прикасается к нам Как на Руси говорили Там дом сгорит у человека Или болезнь какая-то посетит его Люди обычно русские говорили Господь посетил меня И они пытались разгадать Это действие руки господина Хозяина нашего Почему он нам посылает Те или иные сложные обстоятельства И мы смотрим с надеждой На действия рук Божьих Доколе он помилует нас То есть Доколе наказания прекратятся Наказание имеющее целью Не само наказание Не наказание ради наказания А целью имеет наше исправление И третий стих Предпоследний Помилуй нас Господи Помилуй нас Ибо много насыщены мы Уничижением Здесь как бы Обоснование Почему Бог Должен нас Помиловать Помилуй нас Господи Помилуй нас Дважды повторяется Помилуй нас И основание Ибо много насыщены мы Уничижением То есть Мы уже много претерпели И мы надеемся Что этого как бы Будет уже достаточно для нас И Господь придет к нам На помощь Примного насыщена душа Наше презрение От благоденствующих От благоденствующих И уничижением от гордых Значит Благоденствующие Это благоденствующие за наш счет Это грабители Это недобросовестные хозяева Которые удерживают плату Это люди Которые лишают нас Льгот Положенных нам там По возрасту Или как-то еще Всячески Стесняющие нас В наших благах Псалом небольшой Но несколько тем Для лучшего уяснения Мы прочитаем Перевод Более близкий К оригиналу Песнь ступеней Это с еврейского К тебе возвожу я Мои глаза Воседающие в небесах Вот как глаза рабов К руке их Господ Как глаза рабыни К руке ее госпожи Так наши глаза Господу Нашему Богу Пока он нас не помилует Но сразу возникает вопрос А как можно вообще взирать На Господа Бога На самом деле В Писании В Библии Есть призыв Это в Новом Завете Взирайте на начальника И совершителя жизни То есть на Господа Иисуса Христа А как мы можем взирать На Господа Иисуса Христа Отчами веры Вчитываясь в тексты Святого Евангелия А Евангелие Это радостная весть Именно о том Как Бог Милует нас И 3-4 стих С еврейского Помилуй Помилуй нас Господи Помилуй Ибо мы Примного Сыты Позором То есть Присыщены Примного Сыта Наша душа Глумлением Глумлением Беспечных Что значит Беспечных Для которых Мы ничего не значим Позором От гордых Губителей Губители Это Притеснители Которые Очень Беспечно Выстраивают Отношения С людьми Которые на социальной Лестнице Стоят Намного Ниже Чем Они Сами Действительно Как сказано Бог гордым Противится Смиренным Дает Благодать Если Угнетенным К угнетенным Придет Милость Божия Помощь От Бога То Для нечестивых Грядет Наказание